Сегодня я хочу поговорить про такую достаточно интересную тему. Это организация помощи беременным пациенткам с воспалительными заболеваниями кишечника. И, как вы все знаете, пик заболеваемости воспалительными заболеваниями кишечника, он приходится от где-то 18 до 45 лет. И это как раз является самый репродуктивный возраст. То есть не только это репродуктивный возраст у женщин, но и у мужчин. И в группе пациентов с воспалительными заболеваниями кишечника эта тема достаточно актуальна. По литературным данным мы знаем, что обострение язвенного колита или болезни крона примерно возникает у 30-35% пациентов именно во время беременности. И осложняет течение самой беременности. Большинству беременных пациенток необходима, конечно же, поддерживающая терапия для контроля основного заболевания. И все пациенты с воспалительными заболеваниями кишечника, которые планируют беременность, им также необходима соответствующая терапия, чтобы снизить риск обострения заболевания во время беременности. И вот здесь возникают такие проблемы. Получается, что по разным данным литературным и Всемирной организации здравоохранения каждая вторая беременность является незапланированной. И это означает, что в данной группе пациенток получается, что каждая вторая пациентка на момент уже беременности она получает различные лекарственные препараты, и некоторые из которых нельзя принимать во время беременности. Поэтому, конечно же, таким пациенткам мы рекомендуем обязательно планировать беременность. Хочу продемонстрировать вам интересные данные, которые предоставляет нам организация по изучению язвенного колитра, и болезни крона, экоевропейская, что согласно многоцитровому европейскому исследованию, 40% пациентов сообщили, что активность их заболевания негативно влияет на интимные отношения. И при выяснении причин были такие самые основные. Это обострение самого заболевания, просто плохое самочувствие. Психосоциальные факторы – это наличие у таких пациенток и пациентов депрессии, озабоченности своим внешним видом, наличие заболеваний органов малого таза, перианальные поражения составляли половину всех причин, и побочные эффекты лекарственных препаратов, таких как системные глюкокортикостероиды, сульф, салазин и метатрексат. И вот в 2022 году организация по изучению язвенного колитра болезни крона опубликовала такое положение, что у пациентов с воспалительными заболеваниями кишечника отмечен повышенный риск сексуальной дисфункции, особенно у женщин, и также у женщин с активным заболеванием или периональными поражениями. В общем-то это достаточно такое грозное положение. И дальше мы стали интересоваться, какова же фертильность у женщин и фертильность у мужчин. И вот посмотрите, способность к самому зачатию у пациенток с неактивным воспалительным заболеванием кишечника не отличается от общей популяции. Но тем не менее в этой группе пациентов, именно болеющих воспалительными заболеваниями кишечника, количество детей значительно меньше, если сравнивать с общей популяцией. И когда стали выяснять причины, почему же в этой группе пациенток меньшее количество детей, выяснили, что по состоянию на 2022 год пациенты с ВЗК, а больше всего это пациенты с болезнью Крона, выбирают добровольный отказ от деторождения в сравнении с общей популяцией. И причинами вот этого добровольного отказа, во-первых, явилось отсутствие у таких пациентов вообще знаний о течении беременности, о течении заболевания именно ВЗК во время беременности. Пациентки говорили, что они беспокоятся о собственном состоянии, о состоянии будущего поколения. И в особенности их решение было принято, что достаточно часто у их поколения может тоже быть воспалительное заболевание кишечника. Хотя по статистическим показателям, если только у обоих родителей есть ВЗК, то риск возникновения у потомства составляет 30%. Обычно это редкие пары, которые у обоих родителей ВЗК, поэтому риск передачи своему поколению не такой уж и высокий. Но тем не менее. И когда мы говорим о том, чтобы реализовать такую функцию, как деторождение, то здесь, в этой группе пациентов, нужно обязательно говорить о планировании семьи. И вот с чем же столкнулись женщины. Вот 40% пациенток жаловались на нехватку информации вообще о влиянии лекарственных препаратов. Также они жаловались о такой противоречивой информации, которую они находили. 20% пациенток самостоятельно были вынуждены принять решение о прекращении приемов биологической терапии ингибиторов ФНО-альфа во время беременности. Что еще более неутешительно, что 50% пациенток прекратили прием ингибиторов ФНО-альфа по совету врача. Хотя дальше мы поговорим об этом, это не совсем правильное. Поэтому, исходя из таких опросов, конечно же, делается вывод, что необходимо просвещение и обучение не только пациентов с воспалительными заболеваниями кишечника о планировании зачатия и периоде беременности в послеродовом периоде, но и также о информировании врачей. И врачей не только гастроэнтерологов, но и акушер-гинекологов, и педиатров. Вот такой особой группе пациентов. Что должно включать в себя консультирование пациентов с воспалительными заболеваниями кишечника, которые решились планировать беременность? Обязательно обсуждаются наследственные заболевания, и мы рекомендуем обратиться к генетику даже за консультацией, потому что пациенты, у которых есть язвенный колит или болезнь кроны, нередко обнаруживаются и другие сопутствующие аутоиммунные заболевания. И вот только генетик, врач-генетик, может действительно рассчитать риски наследования таких заболеваний в поколении. Понятно, что мы рекомендуем прекращать все вредные привычки, это даже не обсуждается. Обязательно проведение скринингового обследования у гинеколога, и не только. Мы стараемся перед планированием беременности проводить обследование, касающееся активности воспалительного заболевания кишечника, чтобы более четко мы имели представление о том, какая активность в настоящий момент у данной пациентки. Обязательно скрининг проводится анемия, дефицит фолиевой кислоты, витаминов. Происходит коррекция терапии, смена тератогенных препаратов, но об этом мы в дальнейшем поговорим, как лучше на какой терапии оставаться беременным пациенткам. Тут нужно сказать, что мы здесь говорим на этом этапе не только о женщинах, но и о мужчинах, которые планируют деторождение, потому что ряд препаратов не рекомендован и мужчинам, из-за того, что может вызывать тератогенные действия. Обсуждение обязательно риск пользы терапии, которую принимает пациентка в зависимости от активности заболевания, и либо мы оставляем эти препараты, либо переходим на другие группы, либо отменяем. Обязательно заранее обсуждаются вопросы вакцинации ребенка. Это зависит от терапии, которую принимать будет женщина во время беременности, и все препараты, генноинженерно-биологические препараты, если мы оставляем их во время беременности, то дальше график вакцинации ребенка изменяется, и об этом нужно предупреждать педиатров. И обязательно мы рекомендуем сопровождать такую женщину психологу, потому что, во-первых, данная группа пациентов склонна к развитию депрессии, и беременность и роды – это тоже такой достаточно фактор риска возникновения после родовой депрессии, поэтому мы, конечно, рекомендуем психологическое сопровождение, если это возможно. Во время беременности обязательно контролируется активность самого воспалительного заболевания кишечника, и я дальше об этом более подробно расскажу. И в послеродовом периоде тоже все не заканчивается, обсуждается обязательно сроки возобновления той терапии, которую мы вынуждены были прервать, обсуждается безопасность препаратов и возможность грудного вскармливания у такой женщины, и в принципе нет никаких противопоказаний к грудному вскармливанию. Само ВЗК не является противопоказанием к грудному вскармливанию. Тут важно просто определиться с терапией. Вакцинация ребенка и, опять же, сопровождение психолога. Мы также рекомендуем. И вот начнем с лекарственной терапии, как она влияет на фертильность. Скажу, что это важно и для мужчин, и для женщин. И вот препараты сульфосалазин, они влияют на фертильность у мужчин и могут вызывать мужское бесплодие из-за уменьшения количества сперматозоидов, так называемого олигоспермию. Но это состояние обратимое, и при отмене препарата, в общем-то, через 2-3 месяца восстанавливается функция сперматозоидов и, в общем-то, можно планировать уже детеробеременность. Значит, препарат метатриксат не следует принимать ни мужчинам, ни женщинам, ни которые планируют беременность, ни в период беременности, так как он обладает тератогенным свойством. И вот хочу обратить внимание, что минимум 3-6 месяцев должно еще пройти после отмены этого препарата. Теопурины, это азотиоприн, 6-меркаптепурин, не доказано негативное влияние на фертильность ни у мужчин, ни у женщин. Поэтому мы очень часто сталкиваемся с такими рекомендациями и андрологов, что мужчинам, например, отменяют прием азотиоприна, женщинам отменяют прием азотиоприна. Но, в общем-то, убедительных доказательных данных на сегодняшний день нет. Генноинженерная биологическая терапия, группа ингибиторов фено-альфа и группа ингибиторов интерлекина-12-23, антиинтегрины. В общем, каких-то убедительных доказательных данных у нас пока нет. То есть мало данных. Но и нет доказательств, что они как-то пагубно влияют на фертильность. Этого тоже нет. Сколько существуют препараты, не было таких зарегистрированных, никаких случаев. И главная задача врача-гастроэнтеролога, конечно, взять под контроль само заболевание матери. То есть в идеале добиться ремиссии еще до беременности. И соптимизировать риск неблагоприятного исхода беременности, воздействия терапии на плод, подобрать хорошую противорецидивную терапию, безопасную, но эффективную. Потому что, конечно, иметь дело с обострением заболевания во время беременности это очень тяжелая ситуация. И, к сожалению, на сегодняшний день она тяжела не сама по себе, как в плане врачебной, а в плане вообще маршрутизации таких пациентов. Так и не определено все же, кто занимается этими пациентами. Не так много центров, которые ведут таких пациентов. И поэтому это, конечно, ситуация достаточно сложная. Поэтому лучше предугадать вот это обострение, чем получить обострение во время беременности. Какие мы препараты должны использовать? Эффективные, которые не тератогенные, минимально проникающие через гематоплацентарный барьер, и которые не приводят к повышению рисков неблагоприятных исходов беременности. Что касается мониторинга. Во время беременности пациентов мы оцениваем по клинической симптоматике, по лабораторным данным. Это исследование общего анализа крови, цирреактивного белка, фекального кальпротектина. Но хочу отметить, что здесь тоже есть нюансы. У многих беременных пациенток может просто повышаться цирреактивный белок, просто повышаться скорость оседания эритроцитов. Это не будет означать, что мы имеем дело с активностью самого воспалительного заболевания кишечника. Поэтому нам здесь в помощь фекальный кальпротектин, который действительно обладает достаточно высокой чувствительностью, специфичностью. И мы используем ультразвуковое исследование брюшной полости и кишечника, которая по своей чувствительности и специфичности, даже по литературным данным, сопоставима с компьютерной и магнитно-резонансной томографией. Поэтому можно смело у этой группы пациентов использовать. Это не инвазивный метод, не несет никакой лучевой нагрузки. И достаточно хорошо дает нам информацию о состоянии стенки как тонкой, так и толстой кишки. Применение эндоскопических методов исследования не рекомендуется только по жизненным показаниям, когда у нас польза превышает риск. Поэтому здесь мы стараемся отказаться от таких эндоскопических методов. И если приходится это делать, то начиная с второго триместра мы используем кардиотокографический контроль обязательно. Значит, капсульная эндоскопия вообще противопоказана. То есть мы вообще даже не обсуждаем этот вопрос во время беременности. Лучевые методы, конечно, мы не используем, потому что они обладают тератогенным, мутагенным эффектом. Только по жизненным показаниям, когда идет речь о возникновении каких-то хирургических осложнений. Вот тогда, конечно, мы вынуждены их использовать. Магнитная резонансная эндомография не противопоказана беременным пациенткам, потому что не связана с ионизирующим излучением, но без применения контрастных препаратов. То есть сам контрастный препарат, в него входит состав годолений, и он обладает сам по себе тератогенным эффектом, поэтому без контраста можно использовать. Но, сами понимаете, информативность такого метода не очень высокая, поэтому тут уже сопоставляем риск-польза. Может быть, даже иногда лучше использовать и другие методы исследования, такие, как эндоскопические, они более безопасные, чем лучевые. Что касается тромбоэмболических осложнений. Сама группа пациентов с воспалительными заболеваниями кишечника угрожаема по риску тромбоэмболических осложнений. Беременность как состояние тоже имеет риск тромбоэмболических осложнений. Если мы имеем и пациентку беременную, и у нее есть воспалительное заболевание кишечника, это вдвойне риск. Поэтому здесь обязательно мы рекомендуем пациентам провести генетическое исследование на выявление тромбофилий. И, в общем-то, это и рекомендует и акушер-гинекологи в группах пациентов, которые имеют риск по возникновению тромбоэмболических осложнений. Также мы оцениваем скрининг других факторов риска по шкале Каприни. И если у нас имеется риск, считается, что там более трех баллов должно быть, это высокий риск, то мы назначаем обязательно тромбопрофилактику низкомолекулярными гепаринами. Низкомолекулярные гепарины, они безопасны во время беременности и назначаются очень многим пациенткам, просто беременным, не имеющим воспалительное заболевание кишечника. Такая практика существует, и, в общем-то, ничего страшного, если такая же тромбопрофилактика будет назначена пациентке с воспалительным заболеванием кишечника. После кесарево сечения обязательно и во время госпитализации по поводу обострения заболевания, так как сам факт госпитализации является фактором риска. Хочу тоже отметить, что мы должны обязательно знать активное заболевание в такой ситуации. Есть активность воспалительного заболевания кишечника или нет? Потому что если мы имеем дело с активным заболеванием, и мы подозреваем, что есть какие-то эрозивно-язвенные изменения, то здесь уже взвешивается риск пользы назначения антикоагулянтов. Идеальная ситуация – это когда мы обследовали пациентку до наступления беременности, она находится в клинике эндоскопической ремиссии, и благополучно наступает у нее беременность, и дальше мы ее ведем. И по лабораторным данным, по УЗИ данным мы можем говорить о том, что у пациентки нет активности, и тогда да, тогда можно безбоязненно назначать терапию низкомолекулярными гепаринами. К сожалению, случаются и такие ситуации, что приходится применять хирургическое лечение пациенток во время беременности. Обычно это связано с какими-то жизненными показаниями, возникновением непроходимости, перфорацией. И здесь уже показания, как и у обычных пациентов. То есть показания к хирургическому лечению не зависят от гестационного срока. Проводится операция, потому что мы должны в первую очередь спасать мать, а дальше уже стараться сохранить беременность, которая есть. Обязательно такое решение принимается на междисциплинарном консилиуме. И обычно это городские консилиумы по таким пациенткам. И такие операции проводятся в многопрофильных стационарах, где есть и перинатальные центры. Что касается лекарственной терапии, поподробнее расскажу вам. Период беременности. Что мы знаем о сульфосалазине? Препарат имеет риск развития желтухи у недоношенных, назначается обязательно с приемом фолиевой кислоты. И дальше расскажу. Потому что это связано с фармакокинетикой этого препарата. Он состоит из... Что-то не работает указка. Состоит из самого действующего вещества, месолазина, и сульфоперидина, который метаболизируется бактериями в толстой кишке и таким образом высвобождается действующее вещество месолазин. Что-то не переключается. А можно кого-то из технической поддержки попросить? Вот, переключается. Да, значит, само действующее вещество, которое содержится в сульфосалазине, а именно месолазин, нужно понимать, что 2 грамма сульфосалазина в связи с его стихиометрическими особенностями соответствует 0,75 граммам чистого месолазина, что снижает клинический эффект этого препарата. И побочные действия тоже связаны именно с этим окончанием. А если мы будем увеличивать дозу сульфосалазина, то будут увеличиваться его побочные эффекты. Поэтому, когда мы имеем дело с планированием беременности, нам нужно понимать, что лучше, конечно, перевести такую пациентку на препараты месолазина, и, в общем-то, безопасно продолжить этот прием, и это никак не повлияет в дальнейшем на ее течение беременности. По поводу мужчин, да, говорю, что нарушает фертильность сульфосалазин, поэтому тоже мужчин мы желательно переводим на другой препарат, а именно месолазины. Что касается месолазинов, значит, существует два препарата, это месокол и осокол, которые содержат в составе оболочки дебутилфталаты. Вот это вещество, оно обладает эмбриотоксическим действием, поэтому во время беременности мы не рекомендуем принимать препараты именно вот эти, в такой оболочке, месокол, осокол, и переводим пациенток на препараты месолазина, не содержащие фталаты, то есть другие. Запомните это. Значит, что касается других месолазинов, ну вот нужно понимать, да, что нам обязательно добиться строгой эндоскопической, клинической, гистологической ремиссии, и если удается этого добиться, то у таких пациентов риск обострения воспалительного заболевания кишечника снижается, да, практически в половину. Поэтому приверженность пациента к лечению, да, как бы выбор безопасного препарата, да, то, что пациентка не беспокоится о том, что это повредит, да, ее ребенку, это очень важные аспекты, и мы об этом разговариваем с нашими пациентками, приводим им данные статистики, ну, чтобы они, как бы, верили, да, и тоже хочу сказать, что комбинация пероральных и ректальных форм, она эффективнее намного, и это доказано, рядом метаанализов имеет высокий уровень доказательности, поэтому во время беременности не надо бояться ректальных форм, они разрешены, и свечи, и микроклизмы, и вот так называемую терапию выходного дня, которую мы все с вами рекомендуем нашим пациенткам, где-то два, там, три раза в неделю применять свечи или микроклизмы, не нужно этого бояться, не нужно это отменять, потому что вот вы видите данные, что меньше рецидивов в таких случаях в четыре раза, нам главное, чтобы этот период прошел без рецидивов, поэтому максимально нам нужно обезопасить пациентку от рецидива. Что касается таблеток и гранул, ну, вот нужно сказать, что гранулы салафальк, они так устроены, что позволяют поддерживать высокую концентрацию на всем протяжении толстой кишки, включая прямую, достаточно быстро вызывают клиническую ремиссию, включены в список жизненно необходимых лекарственных препаратов, доступны они сейчас по стоимости стали, вот, и, в общем-то, достаточно просто их принимать, и это тоже очень важный аспект, дальше я об этом скажу, вот считается, что минимальная доза, это полтора грамма в сутки, в общем-то, может нам обеспечить длительную клинигоэндоскопическую ремиссию. Очень часто пациенты думают, что если они снизят дозу препарата, да, будут, например, принимать там 500 миллиграмм или грамм, ну, они себя хорошо чувствуют, можно и принимать чуть поменьше, то, в общем-то, это меньше там окажет какое-то действие на плод, да, меньше будет каких-то побочных действий, вот это надо обсуждать с пациентами и говорить, что это совершенно не так, это будет как будто бы они вообще не принимают препарат, да, и вот минимальная по литературным данным доза это полтора грамма, что касается гранул, да, вот, из реальной клинической практики мы оставляем всегда 2 грамма, мы не рискуем снижать ниже, оставляем 2 грамма, и, в общем-то, в комбинации с местной терапией позволяет нам добиться успеха. Эффективность гранулы таблеток, салофальков, в заживлении слизистой сопоставима, в общем-то, можно и принимать таблетированные формы, и в гранулах по эффективности это будет одинаково, вот. Ну, вот в период беременности бывают периоды токсикоза, пациентам трудно проглотить таблетку, это вызывает какие-то побочные действия, и вот здесь мы можем рекомендовать перейти на гранулы, потому что их можно принимать 1 раз в день, в общем-то, они легко проглатываются, вот это тоже нужно обсуждать с пациентами. И вот вы видите, что достаточно быстро действует гранула салофалька, мы имеем уже на 11-й день такой терапевтический ответ, да, то есть уменьшение клинической симптоматики, улучшение общего самочувствия, и здесь это тоже важно, потому что если во время беременности, там, ну, по каким-то причинам происходит рецидив, обычно он происходит, когда больные отменяют терапию, то здесь нам, конечно, очень важно быстро достигнуть эффекта, чтобы не было никаких дальше уже развития угрожающих осложнений. Вот, ну, еще раз акцентирую ваше внимание, что как таблетки салофальк, так и гранулы позволяют нам достичь не только эндоскопической, но и гистологического заживления. Это тоже очень важно, потому что когда нам удалось достичь гистологического заживления, то риск рецидива в разы уменьшается, то есть мы достаточно долго можем поддерживать ремиссию воспалительного заболевания кишечника. Ну вот, обращаю ваше внимание, что, конечно, приверженность пациента к лечению играет очень высокую роль, и вот по разным данным, да, обзоров, опроса пациентов, даже вот вне зависимости от беременности, самыми частыми причинами рецидива является нарушение рекомендаций, то есть неприверженность больного. Вот как бы то ни было, мы, да, обсуждаем проблемы вживаемости терапии, да, эффекты биологической терапии, вторичную неэффективность, первичную неэффективность, а в общем-то где-то около 60% случаев рецидивов составляет неприверженность пациентов. Вот, и на это, конечно, мы можем повлиять, разговаривая с ними и объясняя, как лучше поступить. Что касается иммуносупрессоров, вот здесь тоже хочу обратить ваше внимание, вот посмотрите, группа тиопуринов, азотиоприн, 6 меркаптопурин, они по классу безопасности ФДА, да, это американская система, они имеют класс Д, да, то есть почему? Ну, пишут, что есть потенциальный риск развития пороков плода, невынашивания беременности, внутриутробной задержки роста плода, вы знаете, но по литературным данным и по данным таких исследований, ну, в реальном режиме времени, да, у ревматологов, у гастроэнтерологов, и это опубликовано в последнем консенсусе по беременности, нет никаких данных о том, что вот эти препараты тиопурины вызывали какие-то неблагоприятные исходы беременности, или вызывали какие-то пороки развития, то есть и ревматологическое общество, и общество ВЗК не рекомендует отменять эти препараты, да, потому что мы отмены этих препаратов можем вызвать рецидив заболевания и неконтролируемую уже ситуацию, то есть здесь польза этого препарата превышает риск каких-то неблагожелательных влияний на плод и саму беременность. Значит, метод рексат обязательно отменяется, противопоказан. Циклоспорины тоже мы не рекомендуем, отменяем. Препараты ингибитор-янус-кинас, а именно тофацетиниб, очень ограниченные данные, но, в общем-то, не рекомендуют применять. Все же не рекомендуют, потому что ряд там есть исследований, связанных с повышением рисков тромбозов в данной группе препаратов, поэтому до конца этот феномен еще не изучен, поэтому мы не рекомендуем, рекомендуем перейти на какой-то другой препарат. Антибактериальная терапия тоже очень интересный аспект, и просто беременным женщинам иногда нужно какие-то применить антибактериальные препараты вот в этот период. И что касается вот ряда препаратов, цифрофлоксацин мы не рекомендуем, запомните, это класс С по безопасности. Рифоксимин нет данных, но таратогенин у животных, поэтому нежелательно. Метронидозол безопасен, но имейте в виду, это второй-третий триместр. В первом триместре он не рекомендуется, его нужно отменять. Значит, антибиотики пенициллинового ряда в общем-то не запрещены. Вот, поэтому по показаниям можно применять эти препараты. Что касается генноинженерных биологических препаратов, ну вот повторюсь, тофоцетинеб данные ограничены, поэтому рекомендуем перейти на другие препараты. Что касается ингибиторов ФНО-Альфа. Вот посмотрите, из всех ингибиторов ФНО-Альфа разрешен единственный препарат, и это прописано в его инструкции, это цертолизумаб пегол симзия. Но он зарегистрирован только для болезни Крона. Тоже обращаю ваше внимание. Он разрешен. То есть его можно не прерывая применять на всем течение беременности. Он никаких эффектов не оказывает. Что касается других ингибиторов ФНО-Альфа, это адалимумаб, голимумаб, инфлексимаб. Тоже их не рекомендуют отменять. Рекомендуем мы отменять за где-то 4-6 недель, это вот что касается голимумаба и инфлексимаба, до предполагаемой даты рождения ребенка. И вот адалимумаб даже за 2-3 недели до ПДР. Поэтому, в общем-то, имейте это в виду. И, конечно, это должны иметь в виду акушер-гинекологи, потому что отменяя биологическую терапию, мы провоцируем просто неконтролируемую ситуацию у данных пациентов. Что касается препаратов селективных, это устикенумаб, данных мало. Но в инструкции будет написано, что они противопоказаны, у стикенумаб противопоказан. Но есть опыт у ревматологов, его применяют и, в общем-то, рекомендуют где-то за 6-10 недель до ПДР отменить. Что касается ведолизумаба, он не противопоказан, но и не разрешен. Там сейчас ведутся исследования. Значит, вот в таких ситуациях, конечно, пациентку нужно направить в такой центр ВЗК, где будут заниматься такими пациентами. И мы уже решением таких междисциплинарных консилиумов принимаем решение о либо продолжении терапии, либо переходе на другой препарат. Тут в зависимости, конечно, от ситуации. Но у нас есть такие пациентки, которые, в общем-то, имеют уже ни одного ребёнка. Поэтому никаких мы нежелательных явлений не заметили у поколений. Есть пациентка, у которой трое детей, есть у пациентка, у которой двое детей. И они находились обе на биологической терапии ингибиторами ФНО-альфа. Что касается... Хочу рассказать вам немножко про цертолизумаб-пегол, почему именно только он разрешён по инструкции и считается безопасным официально при применении. Все ингибиторы ФНО-альфы от инфлексимаба, долимумаб, голимумаб и другие содержат FC-фрагмент. И только цертолизумаб-пегол не содержит этого фрагмента. У него есть пегелированный ФАП-фрагмент. И это позволяет не переносить вот эти антитела через транспланцентарный барьер. Поэтому он, в общем-то, единственный препарат, который является безопасным и не проникает через плаценту. И, в общем-то, никак не влияет на течение развития плода. Именно по своему структурному составу. Но, в общем-то, хочу ещё раз напомнить, что не было зарегистрировано и у других ингибиторов ФНО-альфа какого-то пагубного влияния, развития каких-то пороков развития и так далее. Почему мы рекомендуем отменять любую иммуносупрессивную терапию где-то за 4-6 недель? Обычно это такие рекомендации. Потому что это повлияет на иммунную систему самого ребёнка. И те пациентки, которые получали ингибиторы ФНО-альфа и другие препараты иммуносупрессора, вы тоже должны понимать, что у ребёнка будет другой режим вакцинации. И это надо обязательно говорить педиатру. И желательно, чтобы педиатр был в курсе, что мы... Тут уже у них другой график. И, возможно, вакцинация, но не живыми вакцинами, а все живые вакцины, желательно перенести на более поздний период. Самый ранний считается, начиная где-то с 6-8 месяцев. А если это возможно, то и с года. Но здесь, естественно, важен район, где проживает этот ребёнок. И, в общем-то, такой индивидуальный подход. Что касается лактации. Здесь просто надо смотреть, как метаболизируется препарат. И в зависимости от переноса лекарственных препаратов в грудное молоко зависит размер молекулы и степень её. И нужно сказать, что крупные молекулы геноинженерных биологических препаратов проникают в грудное молоко на низком уровне. Поэтому, в общем-то, они не влияют. И не надо прерывать грудное вскармливание, если мы оставляем женщину на геноинженерной биологической терапии. Это тоже нужно знать. Ну и вот в заключении хочу подытожить такие ключевые моменты правильного планирования семьи у пациентов с воспалительными заболеваниями кишечника. Конечно, нам нужно больше внимания уделять обучению врачей. И не только гастроэнтерологов, но и акушер-гинекологов, чтобы они понимали, что воспалительные заболевания кишечника это не противопоказание к деторождению. Обучать пациентов, информировать их, чтобы они не боялись и по какому-то незнанию не принимали самостоятельно каких-то совершенно неправильных решений. Обсуждать с пациентами возможности контроля заболевания. Что не обязательно там прятаться. Никто им не будет делать эндоскопические исследования во время беременности. Сделать УЗИ и сдать КАЛ. Это, в принципе, вполне возможно. И обязательно подбор именно рациональной терапии. Обычно это индивидуально для каждой пациентки. Для каждой. Таких каких-то, я не дам сейчас общих рекомендаций, общего алгоритма. Здесь обязательно мы оцениваем пациентку по риску тромбоэмболических осложнений. Это обязательно. Обязательно оцениваем, желательно контрольно обследуем ее перед планированием беременности. С каким уровнем активности мы имеем дело. И подбираем терапию ту, которая будет действовать. Естественно, никогда не отменяя никакие препараты. В помощь вам. Сейчас мы создали методические рекомендации совместно. Это Московский клинический научный центр, департамент здравоохранения города Москвы. Они называются воспалительные заболевания кишечника и беременности. Они одобрены главным гастроэнтерологом города Москвы, Олег Владимировичем Князевым. Главным акушер-гинекологом города Москвы. Вы можете с ними ознакомиться на сайте НИОЗМ в разделе «Методические рекомендации». Они уже опубликованы в электронном виде. Там более подробно описано действия лекарственных препаратов. И все данные, которые существуют на сегодняшний день, о влиянии этих препаратов в период беременности. В том числе и в долгосрочных каких-то эффектах.